Это наша сегодняшняя тема. Мы, наконец, вплотную приступаем к волонтёрам. И мы начинаем... Ну, вы уже пробовали что-то, те, кто были с Леной и Андреем, да? А сейчас мы возвращаемся немножечко назад, а мы делаем некоторый логический путь по тому, как вы общаетесь с волонтёрами. Ну, вот вопрос. Вы с волонтёрами в постоянном общении. Как выглядит начало вашего общения с волонтёрами? Что есть начало вашего общения с волонтёрами? Включайте, пожалуйста, микрофоны и выдавайте ваши мысли. Знакомство. Что же ещё? Он должен прийти на собеседование. Ещё версии. Всё, ещё. С чего начинается ваше общение с волонтёрами? Пока со знакомствами версии он должен прийти на собеседование. Кто вообще делает первый шаг в вашем общении? Распространить информацию о том, что мы ждём волонтёров. Да, первый шаг делаете вы, когда вы его зовёте. А то он, может быть, вообще не в курсе, что он должен прийти на собеседование. То есть общение ваше с волонтёрами начинается с того, что вы к ним обращаетесь. Обращаетесь пока не конкретно, но, в принципе, вы обращаетесь к волонтёрам, призывая их включиться в вас. Мы будем работать, причём не теоретически. Да, сообщения обращаем. Да, вот, вот. Лена, спасибо. Не теоретически. Наша задача на сегодня, чтобы в конце у вас был текст, если у вас его нету, или был улучшенный текст, если он у вас есть, который вы можете где-то разместить, чтобы волонтёры к вам шли. Пожалуйста, те, кто уже привлекают волонтёров, какие площадки вы используете? С помощью чего волонтёров привлекаете? Волонтёрки. Инстаграм. Врум. Добровольцы России. А добровольцы России – это что? Ну, площадка тоже по типу волонтёр.ру, но там со всей России просто волонтёры и организаторы тоже. Угу. Даже на хэк-кантре можно размещать. У него общая площадка есть, докровольцы России. Так, Фейсбук, Инстаграм, Интернет – это неконкретно. Трофанное радио, знакомые. Угу. Друзей, друзей, друзей. Учебные заведения, общественные организации. Учебные заведения. Учебные заведения, общественные пространства. Угу. Общественное пространство – это что? Ну, библиотеки те же самые. Угу. Это объявления, да? Ну, в том числе, да. Угу. Значит, смотрите. Для тех, кто работает, кто собирает волонтёров по сарафанному радио, по друзьям и друзьям друзей. Это хорошая история, если у вас некоторая разовая акция или очень конкретная проблема. Есть ли кто-то, кто вот сейчас реально хочет таким образом собрать волонтёров на более-менее долгосрочный проект? Нет, никого нету. Хорошо. Потому что это, в принципе, история, которая не очень долго… Ну, то есть сначала вы привлекаете знакомых, потом вы привлекаете знакомых знакомых. Но так как волонтёрство – это вещь, которая в жизни каждого человека имеет начало и имеет конец, то через некоторое время все, кого вы можете так вот охватить своим кругом, они проходят свой волонтёрский путь. И, как говорит Юра, у вас остаётся вокруг выжженная земля. Поэтому, если у вас проект более-менее долгосрочный, вы должны выйти на более широкое пространство, то есть писать в мир, а не к тем, кто вас знает. И понятно, что охват соцсетей… В общем, если вы пишете в соцсетях или делаете листовки, листовки по нашему опыту очень плохо работают, необходимо иметь точку входа. Если необходимо иметь некоторое место, то все волонтёры, услышав о вас, зайдут, и некоторые тексты начнут. Лучше, если у вас есть сайт, а на сайте есть страничка привлечения волонтёров. Да, это вот начало странички привлечения волонтёров на нашем сайте. А теперь вопрос. Чтобы люди шли на ваш призыв, каким он должен быть? Давайте наработаем критерии, прямо в чате записывать, чтобы не протерялось. Каким должен быть призыв, чтобы люди к вам шли? Что должно быть, чего не должно быть? Должно быть понятно, кому нужно помнить. Да. Понятно, что делать и что делает проект. Обозначить график, если... Да. Призыв зависит. Спасибо большое. Идём ли мы от волонтёра или от проблемы? Да. Если мы идём от проблемы, это один тип призыва. Если мы зовём всех, кому нужно, кто хочет делать доброе дело, и предоставляем ему варианты. Это другой. Другой. Информация должна быть кто, что, куда, зачем. Да. Вариативность направления, если мы идём от волонтёра. Должно быть понятно, кому нужна помощь. Понятно, что будет делать волонтёр, что делает весь проект. Где, что, когда, с кем. Должно быть, если мы идём от волонтёра в вариативность, да. Разности и постоянные акции. Он должен быть, содержать некоторые, да, эмоции, эмоции, некоторый смысл. Как бы, собственно говоря, мы почему привлекаем, да. Почему люди, даже не почему привлекаем, а почему люди должны откликнуть. Фотографии. Фотографии очень хорошо. Проникающие в душу. Да. Пару слов о том, кто он волонтёр, которого мы ищем и ждём. Да. Реформация об организаторе. Собственно, от имени кого вы привлекли. Замечательно. Вы всё прекрасно соображаете. Осталось только сделать. Значит, что мы сейчас будем делать? Сейчас 10 минут даётся на то, чтобы вы каждый с листом, бумаги и ручкой, или просто с головой и телефоном, если вы в электричке, написали по этим критериям свой призыв, на который придут волонтёры. Если он у вас на сайте есть, вы это на время забываете. Я ещё пока не видела ни одного призыва на сайте, который нельзя улучшить. Разные призывы смотрела. Потом будет прикольно вам сходить на свой сайт и посмотреть, как кто стоит. Всё забывайте и пишите с чистого листа. 10 минут – вас призыв к волонтёру. Да. Есть работа. Сейчас вы отправитесь в ваше личное пространство с названием «Систенные залы». Будут три группы. В каждой группе будет один помощник антониловцев. Значит, ваша задача в группе. Сначала по очереди каждый зачитывает свой призыв. По две минуты на человека. Те остальные в это время замечают на листочке, что их за чистое привлекло внимание, а что было непонятно. Имейте в виду, что мы работаем с текстом призыва, мы не работаем с тем, что вот сама проблема мне очень откликается. После того, как все зачитали, делайте паузу. И также по очереди на каждого в том же порядке вы даете свою обратную связь. Вы просто говорите человеку, что было непонятно, а что наоборот было понятно и привлекательно. Человек себе записывает. Дальше каждый человек имеет три минуты, чтобы сделать свой призыв. И под конец вы все вместе группой выбираете один призыв и доводите воду совершенства, чтобы это было внятно, привлекательно и лаконично. Понятно ли, что надо делать? Так, в основном. Смотрите, сейчас будет приглашение в сессионный зал. И, насколько я понимаю, из сессионного зала всегда можно выйти, и вы будете видеть вот этот вот слайд, где разбивка по времени. Половину не слышно. Значит, надо читать. Вот то, что будет на экране, надо читать. Друзья, кто готов, поставьте «да». Итак, наши поддерживающие слова нашим волонтерам. Прошу. Давайте я. Можно? Да, прямо вот кто говорит, тот показывает ситуацию. Друзья, моя команда, спасибо, что вы есть. Вы невероятные. В связи со сложившейся ситуацией нет определённости. Но всё будет хорошо и ещё лучше. Я вас люблю. Может, сегодня увидимся в чате, в чате платформа «Видеосвязь». Спасибо, Лена. Поехали дальше. Можно я? Ребята, прошу вас, не поддавайтесь коронавирусной панике. Очень скоро закончится карантин, и ваше доброе желание помочь снова будет работать. Пока что набирайте сил перед новыми прогулками и берегите себя. Ведь вы самая лучшая команда на свете. Следующий. Прекрасно. Спасибо большое. Можно разделить грусть между волонтерами. Вместе с волонтерами. Спасибо. Следующий. Можно я, да? Ну, я скажу в целом, как мы сейчас работаем над этой ситуацией, так как она у нас не реальна. Ну, во-первых, я обратилась к волонтерам, сначала там поддерживая их различными, поддерживая их, в первую очередь, в этой ситуации, со словами поддержки, и переехать к ресурсуам в различные подгонки, чем они могут заняться на карантине. И сейчас мы решили вместе подумать над тем, как мы можем исправить эту ситуацию, связанную с карантином, и поддержать наших ребят, которые находятся в учреждении. Так как у нас хороший контакт с воспитателями, у нас будет сходу со звон с волонтерами, на котором мы, собственно, там все сейчас собираем идеи, будем эти идеи обсуждать. И основная мысль в том, что мы продолжаем связываться с ребятами по видеосвязи. И так как наш проект заключается в празднование рождения, возможно, мы будем как-то поздравлять их не так, как обычно, а придумаем какой-то способ. И таким образом волонтеры будут сохранять свою нужность и важность, потому что каждый сможет также участвовать в проекте, хотя бы по видеосвязи, общаясь с детьми. Ну и, собственно, это сейчас пока работает. Вот мы ждем субботы, надеюсь, что волонтеры немножко взбодрятся. Вот. Но на карантине мы стараемся, ну я лично стараюсь не зацикливаться в группе, потому что на нем и так все зациклены в своей жизни. Жень, а твои слова поддержки твоим волонтерам как звучат? Тебе что им хочется сказать? Не нужно, не вы делаете, а вот, ну как бы, что, что хочется внести? Мне, честно говоря, сложно сформулировать, потому что и так все понимают, что карантин закончится. И я думаю, что, ребят, ну мы, во-первых, мы продолжаем, то есть жизнь не закончена, просто вы перескли в другой формат. То есть мы все поддерживаем друг друга, я с вами, я такая же мама, у меня дети тоже на дистанционном, я всех понимаю. Угу. Да. Вот. И, собственно, давайте общаться. Давайте с этим делом. Да. Вот. Угу. Как будто бы еще ты прям хочешь вместе со своей командой потеснить этот несчастный коронавирус с карантином и дать больше пространства для другой жизни, не связанной. Да. То есть мой основной посыл в группе, что да, мы все сидим в изоляции, мы дома, но мы продолжаем общаться. То есть мы поддерживаем связь не только между собой, но и с подопечными, насколько это возможно. Угу. Кто-то поздравляет бабушку с 80-летием, готовит огромное виртуальное поздравление всей группы. Можно ли я вам? Да. Дорогие мои друзья, помощники, в данной ситуации мы не должны унывать, нам надо набраться еще больше сил. Вместе мы сила, прошу вас, не бойтесь ничего. Главное, мы хотим помогать. Просто подождем, нас любят и очень ждут. Спасибо. Очень приятно слышать, что у нас есть эта группа. Дорогие друзья, как ваши дела? Искренне надеюсь, что вы бодры, веселы и моете рукой с мылом не меньше 20 секунд. Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы по-прежнему остаемся на свете. Нельзя унывать и подпускать к себе шкупу. Сейчас мы продумываем новые варианты работы. Ждите. Спасибо, Софья. Это Софья. Так. Кто еще хочет, может? Давайте я... Да. Ребята, всем огромный привет. Сегодня звонила психологу ДВС. Он говорит, что без нас скучно и пусто. Ветераны понимают ценности вашей дружбы. Дорогие наши волонтеры. Прошу каждого из вас, у кого есть связь с кем-либо из ветеранов, позвоните им, не полениться. Они будут очень счастливы и рады. Если кто-то хочет кому-то из них позвонить, но нет телефона, то напишите сюда. Роман Алексеевич поможет найти контакт. Прекрасно. Прекрасно. Вообще. Реальный выход. Супер. Можно я... Оля. Да. Дорогие друзья, пока вы сидите дома на карантине, у вас есть прекрасная возможность придумать и предложить своему координатору будущие кланы занятий. Временно мы не посещаем учреждения, но даже в таких условиях мы держим связь с администрацией детского дома. И мы хотим поделиться с вами тем, что нам передают подопечные. Во-первых, нас помнят и передают привет. Во-вторых, скучают именно по общению. И в-третьих, дети знают и понимают, что мы в данной ситуации не виноваты и хотим к ним прийти. Держитесь, всё будет хорошо. Ура. Спасибо. 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 Так. Ещё кто-нибудь есть? Тогда на этой прекрасной ноте, которая звучит, что мы не виноваты, и даже дети это понимают, даже наши собственные дети это понимают, мы... Давайте вот прям, правда, постучим друг к другу. Мне очень нравится с вами работать. Вы, правда, очень крутые. Я, правда, в восторге. Вы можете, если хотите, написать свой отзыв, какие-то соображения, сообщения в чате, потихонечку отключаться. Следующая встреча в понедельник в 19. Всех вас ждём, всех вас очень люблю, и вы меня очень мотивируете вообще жить. Спасибо огромное. Очень рада за вас видеть. Спасибо, дорогие. Спасибо. Спасибо. Спасибо.